Жители Барнаула приглашают бесплатно обследоваться на онкозаболевание. До 21 сентября в Центре Надежды проводят диагностику о заболевании головы и шеи, сообщает Комсомольская Правда на Алтае. Участники акции смогут проконсультироваться с врачами. При необходимости пациентов направят на дополнительное обследование. Принимать будут с 8 утра до 3 часов дня по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Президент Владимир Путин наградил протеерея из Рубцовска Михаила Киселева за работу в Сирии. Как пишет Банкфакс, там духовный наставник поддерживал российских солдат. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени он награждается за успехи в поддержании высокой боевой готовности частей, соединений и обеспечения государственной безопасности, передает издание. 22 зеленых уголка благоустроят в Бурнауле до конца ноября, сообщает информагентство МИТЭЛ. По контракту, сумма которого составляет более 19 миллионов рублей, на территориях общего пользования высадят порядка 500 деревьев и более 3000 кустарников и восстановят газоны. В этих местах снесут около 200 аварийных и старых деревьев и посадят новые тополя, липы, яблони, черемуху, сирень и гортензию. На что имеет право интернет-покупатель, выяснили корреспонденты комсомолки на Алтая. Юрист Александр Поросоченко рассказал, как не попасться на уловки мошенников при интернет-заказе и что делать, если заказанный товар вас не устроил или не прибыл в срок. На что обращать внимание при оформлении покупок онлайн и безопасна ли оплата товаров с помощью банковских карт и переводов, читайте в интервью. Сериал про амбициозную студентку из Барнаула вышел на одном из федеральных каналов. Как пишет Политсибру, создатели сериала «Грант» решили сделать главной героиней истории Ксению Завгороднюю, студентку пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха. По замыслу девушка мечтает работать в гостиничном бизнесе, но в родном городе она попадает в крайне щекотливую ситуацию и вынуждена спасаться бегством в Москву. Премьера сериала была еще в августе, однако на ТВ он вышел 10 сентября. Главную роль играет украинская актриса Мила Сивацкая.